Единый государственный экзамен в особых условиях. Рособорнадзор опубликовал перечень необходимого при организации ЕГЭ для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Пункты приема важно должным образом оборудовать. Учащимся обязательно создать максимально комфортные условия. В этом году форму ЕГЭ при сдаче выпускных экзаменов выбрали 24 ребенка с ОВЗ из 26. Мы видим динамику в выборе формы сдачи государственной итоговой аттестации. То есть дети с ОВЗ, дети-инвалиды в этом году значительно чаще выбирают форму единого государственного экзамена. Это говорит о том, что дети планируют продолжить обучение в высших учебных заведениях. Прежде чем быть допущенным к ЕГЭ, ребятам необходимо получить заключение психолога-медико-педагогической комиссии. Специалисты прописывают технические аспекты, при которых экзамен можно будет сдать максимально эффективно. Среди сдающих ЕГЭ в этом году ребята с нарушениями зрения, слабослышащие, онкобольные, опорники. Выпускники, не имеющие возможность писать самостоятельно, могут использовать для выполнения работы компьютер без выхода в интернет, не содержащий информации по сдаваемому предмету. Можем претендовать, во-первых, при желании на увеличение времени сдачи государственной итоговой аттестации на полтора часа каждого экзамена. Они могут сдавать экзамены в разных вариантах. То есть они могут сдавать экзамен в отдельной аудитории для детей с ОВЗ или вообще в отдельной аудиторией в зависимости от его состояния. Могут также при наличии справки об учении на дому, пункты сдачи экзаменов организовываться на дому данного ребенка или в лечебном учреждении. Сдавать экзамены особенные дети будут в специальных пунктах приема, ровно как и учащиеся массовых школ. Отличие состоит в том, что в аудиториях при особенном экзамене не предусмотрено онлайн-видеонаблюдение. В ППЭ будет дежурить врач. Но никаких поблажек при оценке работ, несмотря на ограничения здоровья. Перед ЕГЭ все равны. Разрешается наличие таких медицинских препаратов, специальных приборов для того, чтобы в ходе проведения экзаменов, если это необходимо, возможно было выполнение каких-то обязательных медицинских манипуляций. В коррекционной школе номер 2 обучается 96 слабовидящих и незрячих детей со всего региона. 9 из них в этом году сдают ЕГЭ. Кроме обязательного русского и математики, ребята выбрали еще несколько предметов. В прошлом году у нас один учащийся выпускник сдавал экзамен по окончании 12 класса форма, которую он выбрал. Была другая, это государственный выпускной экзамен. Но тем не менее, выбрав русский язык и математику, он оба экзамена сдал успешно. Сейчас поступил в Кисловодское медицинское училище и тотально слепой ребенок продолжает успешно обучаться в этом училище. Для ребят с нарушениями зрения в пунктах приема будут установлены специальные лампы. Также учащиеся смогут использовать увеличивающие лупы, чтобы увидеть написанное в контрольно-измерительных материалах. Вика отличница. Сейчас девушка готовится к сдаче ЕГЭ по четырем предметам. Планирует поступать на факультет романа германской филологии в госуниверситет. Грезит стать переводчиком. Экзаменов девушка не боится. Там все очень удобно, если что, там шрифты могут увеличивать, дополнительное освещение, как бы все сделано, чтобы нам было комфортно. Чтобы быть более убедительным в своих результатах, надо дополнительное время проверить все еще раз. Все равно люди очень нервничают, боятся, это как бы ты сдаешь экзамены уже на всю свою жизнь, поэтому тебе надо все равно быть уверен на своих силах. Те выпускники с особенностями здоровья, которые форму ЕГЭ не выберут, имеют право сдавать так называемый ГВЭ – государственный выпускной экзамен. Его результаты вузы в качестве вступительных не учитывают, но это не значит, что ребенок-инвалид не сможет поступить. В этом случае высшее учебное заведение в индивидуальном порядке будет определять перечень экзаменов и форму их проведения. Мария Смирнова, Денис Денисов, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.